В редакцию программы «Телезащитник» поступило очередное обращение жителей местечка Сит-Кыркища-Тавкара и в очередной раз с жалобой на неудовлетворительную работу управляющей компании. Эта свалка в центре Сит-Кыркища – местная достопримечательность. Когда она появилась, уже никто и не помнит. А стараниями управляющей компании «Универсал-Сервис», видимо, не исчезнет и вовсе. Потому как коммунальщики исправно добавляют к этой куче пищевые и бытовые отходы и горы строительного мусора, передвигая их с места на место. Жильцы интересуются, что им делать с управляющей организацией, которая вместо вывоза мусора на полигон создает в поселке все новые свалки. И кому жаловаться? Для начала определитесь с ответственными за уборку мусора. Мусор и отходы, расположенные на территориях домовладений и земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом, должны убираться за счет собственников домовладения управляющими компаниями. Для этого заключается договор со специализированной организацией. Мусор и отходы, расположенные на муниципальных землях, то есть на землях, не входящих в домовладение, должны убираться местной администрацией за свой счет. Определились с виновником? Подавайте заявление в суд о приведении окружающей среды в благоприятное состояние. Каждую свалку фиксируйте актом. Контролирующие органы – это Роспотребнадзор, прокуратура, администрация и жилищная инспекция. Самым действенным способом в любом случае остается судебное обращение. Жители села Дутово в Уктыльском районе пишут. Живем в бараках 1954 года. Строение давно в аварийном состоянии, а управляющая компания ежемесячно выставляет счета за обслуживание и ремонт жилого фонда. Мы готовы сами содержать свои дома, а потому хочется узнать, как отказаться от услуг управляющей компании. В вопросе вы не указали, собственники ли вы или занимаете дома по договору социального найма, есть ли собственники домов, то тут все просто. Проводите общее собрание жильцов и меняйте управляющую компанию. Выбирайте себе другую, либо вообще управляйте вашим домом непосредственно, лично заключая договоры с коммунальными службами и с поставщиками. Если вы нанимаете ли домов, то отказаться от услуг управляющей компании у вас не получится. Однако вы имеете право не оплачивать коммунальные услуги за тот период, за который они не оказывались. Для этого необходимо актами аварийных служб и жилинспекции фиксировать каждый факт неоказания услуги. Любое действие или бездействие управляющей компании, нарушающей ваши права и законные интересы, может быть оспорено вами в судебном порядке, в том числе и отказ от проведения перерасчета по факту неоказания коммунальных услуг. Еще один вопрос из Вуктыльского района. Вера Ивановна пишет. После монетизации льгот меня перестали информировать, куда и какие суммы, полагающиеся мне по льготе, направляются. Кому обратиться за разъяснениями? В вашем вопросе не указано, про какие именно льготы идет речь. Предположу, что вы имеете в виду льготы по услугам ЖКХ, поскольку именно по этому вопросу с начала года уже очень много обращений. Ваш вопрос необходимо адресовать в Государственное учреждение Республики Коми Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла. Адреса и телефоны на ваших экранах. Попросите предоставить расшифровку выплат. Отказ при доставлении информации можете обжаловать в суде или обратиться в прокуратуру. Еще с февраля жители одного из домов Усинского поселка Пионерный ждут обещанной помощи от властей. Зимой чиновники обещали выделить средства на капитальный ремонт перекрытий первого этажа строения и разобраться с протекающей системой водоснабжения. По договору, работа должна быть закончена со дня на день. Однако к ним так никто еще и не приступал. Этот видеоматериал сама сняла на мобильный телефон и прислала в нашу редакцию одна из жительниц. Вода из лопнувшей трубы на чердаке течет по стенам, проводки истекают с люстры. Вся вода после аварии стекает в подвал. Оттого во всем доме проседают полы. Зазоры между стенами и полом в некоторых квартирах доходят аж до 10 сантиметров. Как будто стены висят в воздухе. Набирая ванну, я боюсь, что дети уйдут в подвал вместе с ванной. Признавать дом аварийным администрация не собирается. Коммунальщики ремонтировать дом не торопятся. А жильцы интересуются, как им быть в такой ситуации. После просмотра сюжета возникает вопрос, а возможно ли вообще отремонтировать ваш дом? Чтобы это выяснить, письменно обратитесь в администрацию с заявлением. Копию заявления с отметкой оставьте себе. Заявление попросите проверить ваш дом межведомственной комиссией. Заключение комиссии оформляется актом. Акт содержит два вывода. Пригоден ли дом для проживания или не пригоден? Если не пригоден для проживания, то пригоден или нет для ремонта. Акт межведственной комиссии – это единственный документ, который вам необходим для судебного процесса. На основании него можно требовать либо произвести в принудительном порядке ремонт, если дом для него пригоден, либо предоставить вне очереди благоустроенное жилое помещение, если дом аварийный. Отказ от обследования дома или игнорирование вашего заявления сразу же незамедлительно обжалуйте в суде. Защищайте ваши права. Подключайте контролирующие органы. В вашем случае это территориальный отдел Роспотребнадзора и прокуратура. На сегодня все. Этот и другие выпуски программы «Терезащитник» теперь можно посмотреть и в интернете. Ссылку на сайт вы увидите на своих экранах. Пишите, звоните, обращайтесь. Всего вам доброго и до свидания. С вами был адвокат Роман Койден. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...